Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне в гости на мой канал. Я рада вас приветствовать! Сегодня будет видео на такую тему, как приготовить несколько блюд из одной тушки курицы. Подобные видео есть на моем канале. Обязательно ссылочки оставлю на предыдущее видео внизу в инфобоксе. Вся будет информация под видео, так что обязательно заглядывайте и смотрите. Давайте покажу все ингредиенты, которые мне понадобятся сегодня. Конечно же будет очень много использоваться овощей, потому что сейчас такая пора. То, что хочется есть очень вкусные, ароматные, свежие, спелые овощи. И мясо практически, конечно, есть не охота. Охота именно есть как можно больше овощей. Так что будет всего одна тушка курицы и огромное количество вкусных, полезных овощей. У меня тушка курицы вытянула на 1 килограмм 122 грамма. Затем нам понадобится зелень по вкусу, лук, чеснок, морковь, картофель, капуста свежая, огурцы, цукини. Два цукини у меня вот таких красивых желтых, один зеленый. Перец. Перец беру всегда различный, красный. Люблю, чтобы была колористика разноцветная. Так блюдо еще выглядит намного вкуснее, ярче и аппетитнее. Томаты, затем сыр, лаваш, это морковка по-корейски, рис, сливочное масло, сметана, сливки. Из специй мне понадобится карри, копченая паприка, чили, перец, соль обязательно. Затем горчица баварская, у меня пряно-сладкая майонеза, аджика, аджика, острая. И набор для мяса. Так что предлагаю приступить к приготовлению очень вкусного меню из одной тушки курицы. Желаю вам приятного просмотра. Первым делом беру весь объем овощей, которые буду использовать для приготовления 5 вкусных блюд из одной курицы. И нужно их сразу же все почистить, помыть, чтобы потом не тратить на это время. И так получается очень удобно и быстро. Промыла также рис. Рис я беру круглозерновой, берите который любите вы. Отправляю его в кастрюльку и конечно же воду нужно посолить. Рис варим до полуготовности, занимает это просто считанные минуты. Откидываем его на дуршлаг и ставим, чтобы лишняя влага стекла. Также подготовила я лук, картофель и морковь на дальнейшее блюдо. Взяла тушку курицы, как я говорила ранее, курица у меня на 2 килограмма 122 грамма. Разделяю ее на части по суставам. Отделяю суповой набор, затем филе и бедра, ноги и крылья. И будем из этого количества мы готовить. Разделила я курицу на части и тщательно промываю ее под проточной водой. И распределяю сразу же вот в такие вот миски по тематике блюда. Что я из этого буду готовить. Ради спортивного интереса захотелось мне опять взвесить и узнать сколько весит каждая часть курицы. Допустим взвесила я одно куриное филе, оно получилось 323 грамма. Второе филе вытянула на 297 грамм. Общий вес 619 грамм. Бедра, ноги и крылья 768 грамм. Затем суповой набор 237 грамм. Сразу же суповой набор отправляю в кастрюлю отвариваться. Нам понадобится сегодня куриный бульон. А также все мясо, которое я сниму с супового набора, пойдет в приготовление пятого блюда. Приступила к приготовлению первого блюда. Для него мне понадобятся куриные ноги, бедра и крылья. Делаю маринад, смешиваю горчицу и острую аджику. Добавляю соль по вкусу. Кладем 1 зубчик чеснока и немножко оливкового масла. Затем нужно все тщательно перемешать, чтобы маринад распределился равномерно по каждому кусочку курицы. Беру форму для запекания и перекладываю в нее данные продукты. Все рецепты укажу внизу под видео, так что обязательно заглядывайте. Затем будем ставить в духовой шкаф запекаться до готовности. Затем будем ставить в духовой шкаф. Первое блюдо поставила в духовой шкаф, приступаю к приготовлению второго блюда. Для него мне понадобится 1 луковица, нарезаю на полукольца. Беру морковь, натираю на мелкой терке. Также понадобится 1 зубчик чеснока. Все обжариваю на сковороде на растительном масле. Пока обжариваются овощи, мы не теряем времени и нарезаем на небольшие кубики куриное филе. Можно же, конечно, пропустить через мясорубку и использовать в виде фарша в этом блюде. Но нам нравится и так, тоже получается очень вкусно. Вторую часть куриного филе буду использовать для следующего блюда. Сейчас будем готовить с вами очень вкусные фаршированные перцы, но не обычным классическим рецептом в бульоне. Будем запекать их в духовом шкафу. Я взяла 3 больших красных перца сладких, разрезаю их пополам и убираю изнутри семечки и грязь. Обязательно вычищаем все. И вот эти вот хвостики зелененькие, их не нужно убирать. Иначе есть такая вероятность, что при запекании начинка может вытечь форму для запекания. Так что хвостики эти оставляйте и не убирайте. Перцы я также тщательно промыла еще под водой. Беру соль и в каждый перчик на дно кладу немножко соли. Конечно же, чем будем начинять перцы, тоже мы солим и добавляем приправу для мясных блюд. Все тщательно перемешиваем и распределяем равномерно начинку в каждый перчик. Перчики смазываю сметаной. Примерно 1-1,5 столовых ложки уходит на половинку перца. Можно же, конечно, сделать сеточку из майонеза, но я делаю со сметаной. Так тоже получается очень вкусно. В конце, за 5 минут до готовности, сверху буду засыпать половинки перчиков сыра. И поставлю на режим гриль, чтобы сверху еще так больше сыр расплавился и запекся. Продолжение следует... Следующее блюдо это у нас будет очень вкусное куриное филе с кабачком в сметанном соусе. Готовила я уже не раз на канале, показывала этот рецепт во влогах. Может кто-то не видел, посмотрите и попробуйте, потому что действительно многим этот рецепт очень понравился. Мы его готовим очень часто, тем более сейчас идет пора кабачков и кабачки улетают просто в лед с этим рецептом. Я взяла одну крупную луковицу, нарезала ее полукольцами и отправила обжариваться на сковороду. Затем взяла оставшуюся часть куриного филе и нарезаем на небольшие кубики. И отправляем к луку на сковороду обжариваться. Нужно, чтобы куриное филе стало беленьким и запечаталось с каждой стороны, чтобы оно было очень мягким и сочным, а не жестким. Беру молодой кабачок, у меня желтый, и нарезаю на полукольца. В этом рецепте мельчить не нужно. Чем крупнее кабачок порезан, тем будет в конце вкуснее. Если очень мелко порезать кабачок, то получится такая каша. Обязательно в этом блюде нужно использовать приправу карри. Я ее кладу достаточно много, потому что мы ее очень сильно любим. Также добавляем соль по вкусу. Отправляем к обжаренному куриному филе и луку кабачок. Перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем тушиться до готовности. В конце будем добавлять сметану. Хочу на минуточку отвлечься и напомнить вам. Если вы покупаете что-то в интернете, не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом. Я совершаю около 90% покупок в интернете. И уже около года возвращаю деньги со своих покупок с помощью кэшбэк-сервиса SmartySale. Здесь есть более 1100 магазинов, среди них есть также самые популярные AliExpress, iHerb, M-Video и многие другие. Огромными плюсами данного кэшбэк-сервиса является то, что минимальная сумма для снятия практически отсутствует. Выплата мгновенная удобным для вас способом от пополнения мобильного до вывода на карту. У них есть и мобильное приложение, и расширение для различных браузеров. Все очень просто, удобно, абсолютно бесплатно. Ссылка на данный кэшбэк будет внизу под видео в описании. Так что переходите, регистрируйтесь и возвращайте деньги за свои покупки. Ну а мы продолжаем. Достала я куриные бедра, ноги и крылья из духового шкафа и решила их перевернуть, потому что одна сторона красиво очень запеклась, а вторая нет. Перевернула и отправила еще запекаться до золотистой корочки. Приготовился куриный бульон. Само мясо я отложила на тарелочку, чтобы оно охлаждалось. А куриный бульон, который мне сейчас понадобится для приготовления супа, я процедила через маленькое ситечко. На дно кастрюли наливаю оливковое масло. Будем готовить просто нереально вкусный крем-суп-пюре из кабачка. У меня дети обожают этот суп и готовить просят меня практически каждый день. Когда узнают, что на обед не этот суп, они даже расстраиваются. Так что рецепт очень классный, обязательно его попробуйте. Нарезаю лук, морковь и чеснок, отправляю в кастрюлю. Уже масло у меня разогрелось и обжариваю все на масле в кастрюле. Буквально пару минут, чтобы слегка все спассировалось. Режу картофель на соломку и также буду нарезать еще кабачок. Количество ингредиентов берите, исходя из того количества, сколько человек будет есть. Нас четверо, на четверых нам достаточно вот такого количества. Кабачок у меня не сильно молодой, поэтому я стечаю с него кожу. Если кабачок молодой, молочный, конечно же, можно этого не делать. Тем более, потом все равно мы будем это суп блендерить. И кожуры будут, в принципе, в супе незаметно. Нарезаю вот такими соломкой, полосочками кабачок и отправляем все в кастрюлю. Овощи все в кастрюльке, я их перемешала. И берем куриный бульон, который отварили ранее. Заливаю примерно 300-400 мл бульона овощи. Ставлю на пятерку из 14 возможных и накрываю крышкой. И оставляю томиться овощи до готовности. Конечно, не забываем помешивать куриное филе с каррией, с кабачком и с луком, чтобы у нас ничего не подгорело. И уже практически готово. Скоро будем добавлять в него сметану. Пока еще доготавливается у меня все, займусь гарниром, потому что к куриным бедрам, ногам и крыльям нужно приготовить гарнир. Буду делать картошку вот такими слайсами, очень тонкими, с вкусной заправкой. И также сделаю еще овощи тоже слайсами в духовке запеку. Получается очень вкусно, с горчицей. В картошку добавляю немножко сыра твердого, натертого на крупной терке. Пару ложек сметаны можно заменить майонезом. Пару ложек столовых оливкового масла и специй по вкусу. Я добавляла только соль. То же самое делаем с овощами. Нарезаю их вот такими слайсами. Беру остаток кабачка желтого. Затем кольца лука делаю из одной луковицы. Красный перец, морковь, желтый перец, оранжевый точнее. И зеленые цукини. Вот такая разноцветная палитра у нас получается. Такие буйства красок. Безумно мне нравится осенняя колористика овощей. Просто так выглядит все аппетитно. Хочется кушать как можно больше овощей. Заправлять овощи буду. Добавляю горчицу, также соль и немножко оливкового масла. Запекать буду на подносе. С одной стороны выкладываю картофель, а с другой стороны будут овощи. В конце, за 5 минут до готовности, буду посыпать картофель твердым сыром и ставить на режим супер гриль. Так получится очень вкусная хрустящая корочка у картофеля с расплавленным сверху сыром. Куриные бедра, ноги и крылья я уже вынула, они приготовились. Перцу нужно еще немножечко постоять. И также поставила поднос чуть ниже, чем перцы. Практически сварились у нас овощи. Скоро будем их блондерить. Приготовилось куриное филе с кабачком в соусе карри. И конечно же нужно добавить в это блюдо сметану. Я примерно кладу 300-350 грамм. Пробуем на специи, если не хватает карри, добавляем карри. То же самое с солью. Если хотите, можно добавить молотого перца. Но я не добавляю, потому что получается и так очень вкусно. Отличный вариант, допустим, с пюре, с рожками или с картошкой. Сварились овощи. Я не снимаю их с плиты, прямо вот так сразу же в кастрюльке блондерю. Далее буду использовать приправы. Буду добавлять немножко перца чили, копченой паприки и соли. Также можно, конечно же, не использовать копченую паприку, а добавить обычную. Но рекомендую добавлять копченую, потому что с ней вкус получается просто невероятный. Особенно если готовим этот суп не на курином бульоне, а на воде. А и так получается очень вкусно. И зачастую, когда нет куриного бульона, у меня, допустим, не сварен или в морозилке закончился, я добавляю просто на воде, варю этот суп и добавляю немножко копченой паприки. Получается безумно вкусно. Добавляем сливки примерно 250-300 грамм. Смотрите, по консистенции, если любите жидкое, добавляйте больше. Если любите густой суп, крем-пюре, добавляйте меньше жидкости. И, конечно же, этот суп очень вкусно будет подавать с домашними гренками. Я их делаю просто за считанные минуты, готовятся они очень и очень просто. Берем батон, нарезаем на небольшие кубики, выкладываем на противень, добавляем сливочное масло и убираем в духовой шкаф. Конечно же, не забываем открывать и перемешивать, чтобы гренки не подгорели. Буквально они готовятся 7-10 минут, не более. Но, поверьте, они получаются очень вкусные. С гренками из магазина, с готовыми, с покупными, вообще не сравняться. Домашние гренки. У них очень такой сливочный вкус. И получается безумно вкусно эти гренки с крем-супом-пюре из кабачка. Плавно подошли мы к приготовлению пятого блюда из одной тушки курицы. Это будет невероятно вкусная шаурма с большим количеством вкусных осенних овощей. Я разобрела суповой набор. В принципе, у меня получилось достаточное количество мяса для шаурмы. Выкладываю мясо на сковородку и будем обжаривать до золотистой румяной корочки. Конечно же, нужно мясо нам посолить и добавляем мы немножко приправы карри. Не забываем о блюдах, которые готовятся параллельно в духовом шкафу. Перчики мои уже приготовились. Вот такие они получаются очень красивые, яркие. И, конечно же, нужно сверху добавить еще сыр. Сыр выкладываю примерно, у меня на все перчики ушло 150-180 грамм. Выкладываю на каждую половинку перчика и оставляю еще в духовом шкафу примерно на 5 минут, чтобы сыр расплавился. Пока обжаривается курица на шаурму, займемся овощами. Я использую капусту свежую, нарезаю ее соломкой, затем огурец, помидор, беру перец зеленый и красный сладкий. Обязательно берем томаты и, конечно же, нужна морковка по-корейски. С ней получается шаурма всегда более вкусная, чем без нее. Вот такая красивая курочка получилась с золотистой корочкой. Можно использовать в шаурме сметану, но, конечно же, вкуснее с майонезом. Я добавляю майонез, добавляем соль по вкусу. Пробуем, если не хватает какой-либо приправы. Можно добавить перец, также добавить карри. Можно еще положить, будет острого перца чили. Все, начинка для шаурмы готова. Далее беру гриль и ставлю его разогреваться. Буду использовать вот такие листы лаваша. Если у вас нет гриля, можно с легкостью готовить в духовом шкафу или на сухой сковороде. У меня, когда не было гриля, я просто брала шаурму, выкладывала на пергаментную бумагу, на поднос рулончики шаурмы и отправляла в духовой шкаф, в разогретый, до 250 градусов, минут на 5-7, чтобы лаваш стал хрустящим. И, в принципе, нисколько не хуже получается шаурма в духовом шкафу, чем на гриле. И так, и так очень вкусная. Свернула я 2 рулончика шаурмы. Конечно же, начинка у меня еще осталась, просто в данный момент мне нужно было приготовить только 2 детям. Приготовилась также картошка. Сверху засыпаю ее сыром и буду ставить на режим супергриль еще примерно на 5-7 минут до образования хрустящей золотистой корочки. Все, приготовились все 5 блюд из тушки одной курицы. Давайте пробежимся, что получилось приготовить. Во-первых, это шаурма, здесь только 2 штучки, в принципе, можно приготовить целых 6. Перец фаршированный, запеченный в духовке, невероятно вкусный суп крем-пюре из кабачка со сливками, безумно вкусное куриное филе в соусе карри со сметаной, овощи, запеченные в духовом шкафу с горчицей, затем картофеля с сырной хрустящей корочкой и, конечно же, ноги, крылья и бедра в маринаде из аджики и горчицы. Вот такое вот у меня меню получилось. В принципе, мне кажется, на среднестатистическую семью, на 5 ужинов, на рабочую неделю, мне кажется, должно хватить. В принципе, нам, я думаю, чтобы хватило это точно на 5 ужинов. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такое меню, понравилось или нет. И также хочу вас спросить, стоит ли продолжать данную рубрику. Просто под последним видео был очень хороший отклик, и я подумала, что, наверное, рубрика интересная и вам нравится. Так что, если понравились вам рецепты и рубрика эта нужна, пишите комментарии, ставьте лайки, буду вам очень признательна за это. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, берегите себя, а мы уже увидимся со всем с вами скоро. До новых встреч, пока!